Ну что, начинаем готовиться к осени, и я решила собрать палитру тканей для пошива именно осенней капсулы. Сейчас расскажу, что для чего, и уверена, что вас вдохновят эти красивенные материалы. Итак, первая позиция, с чего мы начинаем, это, безусловно, костюмная ткань. В данном случае здесь шерсть. Посмотрите, насколько красиво она драпируется. Безумно вкусного, красивого оттенка. Такой очень приглушенный, немножечко более сложный оттенок, который позволяет вам обыграть эту ткань идеально в костюме. Это может быть полностью костюм тройка, жилет, брюки, юбка. Или это может быть пиджак, жилет, или юбка, или брюки. В общем, то, что вам больше нравится. Брюки я однозначно рекомендую, убирая здесь более широкие палаццо. Или если это классическая модель брюк, то с более приталенным жилетом. Если мы говорим про юбку, то однозначно здесь я вижу прямую или чуть зауженную к низу юбку на высокой талии. В общем, со шлицей. Такая базовая, понятная модель. Но за счет этой ткани этот вариант будет работать 100%. Вторая позиция в моей капсуле, и это, безусловно, блуза. И здесь я беру ткань абсолютно потрясающая по ощущениям. Это вискоза с шелком. И в чем фишка? Во-первых, видите, она отличается немножечко по оттенкам. Лицо чуть более такое карамельное. Изнанка чуть более матовая и другая по оттенку. Вот я думаю, что вам видно. Соответственно, здесь мы с вами можем соединить костюмную ткань с блузой. Вот из данной ткани. Это просто потрясающая в классическом стиле, не спадающая блуза. Посмотрите, как красиво драпируется ткань. Это вместе будет выглядеть просто великолепно. Брюки или юбка из костюмной ткани. И вот такая вот блуза. То есть у нас уже два компаньона вместе в нашей капсуле в осенней. Работают идеально. Следующий сюда же материал, который я в эту капсулу 100% включаю, мы переходим уже к более осенней ткани. Это твит. И посмотрите, какой я выбрала а-ля Шанель. Твит, он также с коричневым молочным оттенком. Здесь у нас с вами твит Гуччи. Смотрится очень красиво. Посмотрите, как это сочетается по тонам. Здесь у нас с вами костюмная ткань. Соответственно, это костюм блуза. И сверху у нас может быть как жилет, так и пиджак из такой ткани. Бомбер. Что-то, что вы можете надеть сверху. И поскольку разница фактур как раз материалов видна, данная ткань будет вам максимально комфортна к телу. И она же будет просто скользить по твиту. Это будет очень красиво. Материал сам по себе уже не требует каких-то сложных кроев. Здесь все понятно, все просто. Безумно красиво смотрится. Моя отдельная любовь всегда, когда я говорю про жилеты, пиджаки, какую-то верхнюю одежду, это контрастный подклад. Обожаю его просто. В данном контексте я предлагаю два варианта. С одной стороны мы берем насыщенный оранжевый цвет. Это также вискоза. Берем натуральные, опять же, ткани для того, чтобы все было комфортно, приятно. Никаких ощущений, которые вам не нравятся. И посмотрите, как красиво. То есть вы раскрываете жилет или пиджак, и у вас появляется такой яркий вкусный подклад. И вместе с тем, это вот все четыре материала смотрятся абсолютно потрясающе вместе. Либо мы можем уйти в более шоколадный оттенок, который также здесь потрясающе работает с этим твидом. И посмотрите, как вкусно будет смотреться. Условно, жилет, блуза и, например, брюки из данной костюмной группы. Напишите в комментариях, какое сочетание с подкладой вам нравится больше. Этот или этот вариант. Мне оба одинаковы. Я не знаю, как выбирать. Как правило, это сложно все выбрать. Ну и какая осенняя капсула без тренча. И для тренча я предлагаю вот такую двустороннюю, потрясающую хлопковую ткань. Это у нас хлопок с пропиткой. Этим она удобна тем, что, во-первых, можно шить двустороннюю вещь. И плюс мы с вами имеем такую шуршащую плотную фактуру, которая для тренча самое то. И опять же, данный тренч будет великолепно смотреться в любом из вариантов лицевой стороны с нашим костюмом, блузой. Все будет работать потрясающе. Вот вам полноценная осенняя капсула из костюма, блузы, жилеты или пиджака актуального твида. И тренча, без которого также в осень никуда. Как вам такое сочетание материалов? Пишите, что вы для себя бы точно сшили.